Доброе утро! Работы врача-онколога и врача-акушера-гинеколога на сегодняшний день есть ответы на поставленные вопросы. Я только обозначу в связи с тем, что у меня только 20 минут, те аспекты и те решения этих вопросов, которые сегодня есть. Это томоксифен индуцированная альтерация эндометрия. Связано ли это с гиперпластическими процессами эндометрия или с развитием злокачественного новообразования эндометрия? Что делать, если у женщины развивается гиперплазия эндометрия на фоне лечения рака молочной железы или после завершения ее лечения на фоне адъювантного режима гормональной терапии? Нарушение менструального цикла, если у женщины, например, гормон рецептор позитивный или гормон рецептор негативный рак молочной железы, что делать с этой группой пациентов? Как относиться к авариальной супрессии не в плане лечения рака молочной железы, я на этом акцентирую внимание, а именно с точки зрения сохранения авариального резерва? Отдельный доклад будет в последующем подсвящен сохранению фертильности у онкологических больных, но я коснусь только проблемы рака молочной железы. Полностью изменяется и должна измениться концепция возможности реализации репродуктивной функции после завершения лечения рака молочной железы, и сегодня мир имеет этот опыт. Рак молочной железы на фоне беременности – извечная проблема, потому что это наиболее часто встречающаяся опухоль в структуре как онкологической заболеваемости женского населения, так и среди заболевших злокачественными опухолями на фоне беременности. Поэтому сегодня есть колоссальный диссонанс принятия решения в плане лечения этой категории пациентов, почему это происходит, хотя есть европейские рекомендации, рекомендации НССН, которые сегодня абсолютно четко определяют позицию по отношению к этим пациентам. Назначение менопаузальной гормональной терапии и контрацептивов мы знаем, что 100% противопоказано при установленном диагнозе рака молочной железы независимо от этапа лечения либо наблюдения. Однако существует группа пациентов, которые также вызывают огромное количество вопросов, которые еще не заболели, но имеют фатальный фактор риска, связанный с БРК-мутацией. Новообразование яичника у женщин, у которых диагностирован рак молочной железы. Доброкачественные они, злокачественные или метастатические. И все эти вопросы, конечно, это вопросы не решения порой одного врача, а решения нескольких врачей разных специальностей. Поэтому, начиная сегодняшний доклад, я хочу сказать, что отдельно выделена проблема томоксифен-индуцированной альтерации эндометрии. И как остановиться, когда в течение полутора лет пациентке проводится в уважаемых учреждениях 6 раз раздельное диагностическое выскабливание в течение полутора лет на фоне адъювантного использования томоксифена пациентке 71 год после проведенной радикальной мастектомии. По данным ультразвукового исследования органов малого таза, толщина эндометрия колеблется от 4 до 6-7 мм. Но во всех заключениях ультразвуковой диагностики указано, что у пациентки имеются признаки гиперпластического процесса эндометрия и рекомендовано раздельное диагностическое выскабливание. В течение месяца, в течение сентября, выполнено дважды раздельное диагностическое выскабливание. И в гистологических исследованиях всех манипуляций одно единственное заключение – это обрывки атрофичного эндометрия. Как остановиться, коллеги? На сегодняшний день решение есть. Действительно, томоксифен остается одним из значимых гормональных препаратов, используемых как в пременопаузе, так и в постменопаузе. Мы знаем преимущества этого парорального селективного модулятора эстрогеновых рецепторов. И на основании инструкции к применению препарата мы прогностически ожидаем, что возможно будет пролиферация стромального компонента и гиперплазия базального слоя эндометрия. Возможно увеличение размеров матки за счет роста лиомиоматозных узлов формирования очагов аденомиоза, честно говоря, не встречало. И рост риска развития гормонозависимого рака молочной железы. Так ли это на основании тех исследований, которые проведены последние годы? Если мы рассмотрим данные ультразвукового исследования, представленные на слайде, то структура эндометрия представлена гиперэхогенными компонентами с щелевидными кистозными включениями и границей эндометрии и миометрии нечетко. Цитологическое исследование у этой пациентки – пласты эндометрии индифферентного типа. И на сегодняшний день не только нами, онкологами, но и Федерации акушеров-гинекологов абсолютно четко определены показания для инвазивного обследования полости матки для оценки состояния эндометрия, представленные на слайде. Однако мне хочется еще раз сказать, что чувствительность цитологического метода исследования и гистологического исследования оценки состояния эндометрия по данным анализов абсолютно одинаковый уровень доказательности Би. Поэтому если мы уже по цитологическому исследованию получили те или иные изменения, повторно проводить гистологическое исследование нецелесообразно. И так выглядит кистозная атрофия эндометрия на фоне использования томоксифена и не требует никакой агрессивной тактики по отношению к этой группе пациентов. Обратите, пожалуйста, внимание, что те исследования, которые проведены, они демонстрируют, что, например, в премии на паузе, если женщина до 49 лет, нет вообще рисков увеличения развития рака эндометрия. Если пациенты в возрастных группах старше 50 лет, и это возрастной аспект, связанный с повышением рисков развития наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей и рака эндометрия в том числе, да, действительно риски возрастают. Однако в исследовании, которое было опубликовано в журнале Lancet Oncology, который включил практически анализ 13 тысяч пациентов, показано было, что кумулятивный риск развития рака эндометрия в течение 5-14 лет составил всего 3,1% при смертности 0,4. По сравнению с популяционной группой, при которой риски развития рака эндометрия составляют 1,6%, с показателями смертности 0,2. То есть, в общем-то, абсолютное увеличение смертности у этих пациентов составляет всего 0,2%. А риск развития рака эндометрия при толщине эндометрия более 11 мм. Мы нигде не видим этих цифр по сравнению с тем, что говорит, например, Европейская ассоциация онкологов, онкогинекологов, консенсус эсмоэскоэстро. Мы знаем, что риск развития рака эндометрия при толщине более 11 мм. составляет 7%, а при толщине менее 11 мм. – 0,2. Поэтому на сегодняшний день, понимая, что рак эндометрия – это симптомное заболевание, основной симптом которого – это кровотечение в постменопаузе, у бессимптомных женщин со средним риском развития рака эндометрия, ультразвуковое исследование или биопсия эндометрия не рекомендуется с точки зрения рутинной клинической практики. И об этом говорят не только европейские рекомендации, но и американцы, коллеги поддерживают эту концепцию. И риск развития рака эндометрия на фоне приема томоксифена не превышает 1%. Более того, если мы откроем наши клинические рекомендации «Золотой стандарт диагностики и лечения рака молочной железы 2021 года», о чем указано? Указано о том, что рекомендуется ежегодно просто проводить осмотр врача-акушерогинеколога женщин с неудаленной маткой на фоне лечения томоксифеном. Поэтому на сегодняшний день общность знаний как врача-онколога, так и врача-акушерогинеколога даст нам возможность уберечь женщин от этой излишней агрессии и бесконечных ненужных обследований состояния эндометрия. Поэтому четкость ультразвукового исследования, если необходимо цитологическое исследование состояния эндометрия с возможностью иммуноцитохимического анализа, даст нам возможность четкого понимания состояния проблемы. Есть ли возможность профилактики тех или иных изменений состояния эндометрия на фоне использования томоксифена? Да, есть. И внутриматочная левоноргистрел-релизинг-система показывает достоверное снижение экспрессии белка, связывающей инсулиноподобный фактор роста в ткани эндометрии. Однако в мирене или левоноргистрел, содержащей внутриматочной спирали, есть противопоказания рак молочной железы и рак эндометрия. Но в анализе библиотеки Кахрейн было показано, что нет никаких признаков повышения риска рецидива рака молочной железы на фоне левоноргистрел, содержащего внутриматочные контрацепции. Поэтому эти аспекты уже были освещены в 2018 году, однако проблема остается нерешенной нашей совместными клиническими рекомендациями. Что делать с пациентами, если у них все-таки развивается гиперпластический процесс эндометрия на фоне или после лечения рака молочной железы? Во-первых, не весь гиперпластический процесс одинаков, и только в менее чем 3% случаев из 100 случаев эндометриальной гиперплазии и эндометрии развиваются атипические изменения. Однако частота в популяции без касаемо пациентов рака молочной железы гиперпластических процессов эндометрия достигает 40%, и полностью изменилось отношение к этой группе заболеваний. Выделена абсолютно доброкачественная проблема, связанная с эндометриальной железистой гиперплазией. Риски рака эндометрия в этой группе пациентов не превышают 1%, поэтому не требуется никакой агрессивной тактики ведения этой группы пациентов. А выделен рак инситу эндометрия или так называемая эндометриоидная интраэпителиальная неоплазия или атипическая гиперплазия эндометрия. На сегодняшний день сложность архитектоники, простая сложная гиперплазия эндометрия не является частью классификации. И вот по последней версии Всемирной организации здравоохранения классификации опухолей органов малого таза выделено, вы видите, не только гиперпластические процессы эндометрия, но и томоксифен индуцированные альтерации. Поэтому сегодня и ультразвуковое исследование нам помогает в дифференциальной диагностике в сочетании с доплеросонографией, эластографией эндометрия. Нам очень важно, чтобы наши врачи-диагносты помогали нам в решении вопросов о тех или иных изменениях состояния эндометрия. Поэтому те морфологические изменения, которые претерпевает эндометрия и на фоне использования томоксифена и после завершения лечения, сегодня имеют свои особенности. В случаях цитологической гиперплазии эндометрия без признаков АТП показаний для гистероскопического исследования у этих пациентов нет. И целесообразно продолжение лечения томоксифена с теми преимуществами, которые сегодня известны. Если пациентке все-таки выявляются атипические изменения эндометрия или начальные формы рака эндометрия, то эти пациенты подлежат лапароскопической пангистроктомии. И в последующем у них нет противопоказаний для продолжения использования томоксифена с целью лечения рака молочной железы или адювантной терапии. Что касается лечения, как такового лекарственного лечения гиперплазии эндометрия без АТП, то не существует одобренных FDA методов лечения гиперпластических процессов. Однако есть рекомендации по включению гистогенных компонентов для лечения этих групп пациентов. И единственный гистоген, который не имеет противопоказаний рак молочной железы, это дюфастон или дидрогестерон. Таким образом, сегодня есть концепция и есть решение с точки зрения пациентов, которые получают томоксифен и в плане развития томоксифена индуцированной альтерации эндометрии, и в плане развития гиперплазии эндометрия. И если развивается атипическая гиперплазия эндометрия или те или иные формы рака эндометрия, то пациент подлежит хирургическому этапу лечения и дальше продолжение томоксифена с целью лечения рака молочной железы. Что касается нарушений менструального цикла, если мы говорим о тех пациентах, у которых, например, в репродуктивном периоде проводилась химиотерапия, она закончена, и мы наблюдаем восстановление менструального цикла, они не получают никакой гормональной терапии, то в этом случае тоже рассматривается возможность использования дидрогестерона как восстанавливающего препарата для нормализации менструального цикла, и мы видим потрясающие результаты исследований, при котором и отсутствуют противопоказания для использования этого препарата, доказанная высокая эффективность, высокий профиль безопасности, восстановление репродуктивного здоровья, сегодня мы об этом, наверное, много будем говорить, и удобная схема применения и высокая удовлетворенность пациентов существует. Овариальная супрессия при раке молочной железы, еще раз повторяю, с целью именно сохранения овариального резерва. Это очень важный момент, потому что, что бы мы ни говорили, на сегодняшний день на фоне использования временного подавления функции яичника, мы получаем потрясающие результаты восстановления менструального цикла и восстановления овуляции 70 против 25 в контрольной группе. И уже с 2015 года, если у женщин гормонорецептора негативный рак молочной железы, она подлежит химиотерапевтическому лечению, и она находится в репродуктивном периоде жизни, ей показана овариальная супрессия для сохранения овариального резерва. Может сочетаться также этот метод с креоконсервацией тканей яичника, ацитов, эмбрионов с целью увеличения вероятности сохранения фертильности, и, самое главное, в последующем реализации репродуктивной функции. Что касается рекомендаций Европейской ассоциации медицинских онкологов, мы видим, что уже давно, с 2013 года, а то и раньше, начались значимые моменты, о которых должен говорить врач-онколог, если пациентка обращается для первичной консультации и предупреждать о тех рисках, которые возможны при назначении лечения. Реализация репродуктивной функции после завершения лечения рака молочной железы – дискуссионная проблема. Если, наверное, нас собрать всех, здесь врачей-онкологов, то единого мнения мы не всегда получим, к сожалению, потому что у нас есть доказательная медицина, а есть медицина с индивидуальной позицией. Так вот, на сегодняшний день, напомню, что еще с 2015 года панель экспертов Сангалина поддерживала возможность прерывания эндокринотерапии, назначенной садьювантной целью после 18-30 месяцев лечения у женщины репродуктивного возраста с целью попытки реализации ее, но только при отсутствии, конечно же, признаков высокого риска рецидива заболеваний. И оказалось, что женщины, которые реализовывают репродуктивную функцию после перенесенного рака молочной железы, у них шанс смерти снижается на 42%. Вы знаете, я когда об этом говорю, мне кажется, что мы даже порой не встречаем тех цитостатиков, которые имеют такие потрясающие эффекты лечения, когда мы не знаем почему, но факт остается фактом. И это единственное исследование, которое включило более 1200 женщин после перенесенного рака молочной железы, железы, которые реализовали свою репродуктивную функцию. И из них 64 пациентки сообщили о том, что у них была лактация. И последняя наша российская газета «Общество клинической онкологии» публикует, опять же, общую мировую концепцию по поводу беременности после лечения рака молочной железы. Что делать, опять же, с пациентами, у которых устанавливается этот опухолевый процесс, этот диагноз на фоне беременности? И здесь опять нет единого мнения. Понимаете, каждое учреждение, каждый специалист имеет возможность сегодня сказать, не надо вам это делать, не нужно вам либо беременность сохранять, либо лечить вас не нужно, потому что вы беременны. Что говорит мир сегодня? Мир сегодня говорит о том, что, к сожалению, таких случаев мы будем встречать все чаще и чаще. Это связано с проблемой запоздалого материнства. Это связано с тем, что чаще выявляется злокачественная опухоль в репродуктивном периоде жизни женщины. Поэтому на сегодняшний день, во-первых, прерывание беременности не является необходимостью для лечения злокачественных опухолей, выявленных на фоне беременности, и никак не влияет на улучшение прогноза течения злокачественного новообразования. Вот эта пациентка, ей 37 лет, у нее рак молочной железы, беременность 28 недель. Ей отказано даже в назначении цитостатической терапии, потому что у нее беременность. Оправдано ли это или нет? Конечно, нет. Дело все в том, что Европейская ассоциация онкогинекологов опубликовала руководство о лечении злокачественных опухолей на фоне беременности. Вот сейчас руководство выходит на русском языке, и я думаю, что мы получим общность знаний и общность подхода к ведению этих пациентов. Вот она и эпидемиология, и возможность лучевой терапии на фоне беременности, хирургического компонента, лекарственного лечения и так далее. Не должно быть задержки лечения злокачественных новообразований, диагностированных на фоне беременности. Сочетание рака и беременности не является показанием к преждевременному роду разрешению или прерыванию беременности. 1170 женщин с диагнозом рак на фоне беременности было проанализировано в течение 20 лет по международному описательному когортному исследованию, включившегося 37 центров. И действительно, категория этих пациентов растет. Мы все больше и больше начинаем лечить этих пациентов согласно общим клиническим рекомендациям. И какую бы рекомендацию зарубежных наших коллег мы не открыли, мы видим стандарты лечения злокачественных опухолевых процессов на фоне беременности с включением всех методов доступного лечения. Таким образом, 2021 год лечения злокачественных опухолевых процессов на фоне беременности должно быть согласно рекомендациям для небеременных пациентов. Поэтому и химиотерапия во время беременности – неотъемлемая часть терапии онкологического заболевания. Гормонотерапию мы не назначаем на фоне беременности, потому что могут быть негативные влияния на плод. Поэтому на сегодняшний день гормонотерапия противопоказана. Что касается таргетного лечения, что практическое правило химиотерапии, требующее избегать применения в первом триместре и начинать лечение только во втором-третьем, не распространяется на таргетные препараты. Исследования продолжаются, и вы видите, что и касаемо иммунотерапии, также исследования проводятся с попыткой возможности открыть методику этого лечения. У беременных пациенток. Преждевременные роды коррелируют с худшей когнитивной функцией, независимо от факта лечения злокачественного опухолевого процесса и НССН. Восьмая версия 2021 акцентирует внимание на необходимости полноценного лечения больных раком молочной железы, выявленного на фоне беременности, и отказывать в лечении пациентов или после хирургического лечения назначение адювантной химиотерапии или назначение лучевой терапии, если в этом есть необходимость, или отсрочка лечения абсолютно не оправдана в связи с тем, что мы на сегодняшний день имеем те исследования, которые я представила. К сожалению, я не успеваю рассказать по поводу новообразования яичников у женщин, хотя это тоже значимый очень аспект, но я вас благодарю за внимание, и еще раз именно общность знаний даст возможность нам сформировать альянс работы врачей всех специальностей. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...